Бердский пилот Александр Орлов отпраздновал русскую масленицу во вьетнамском небе. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Известный бердский парапланирист Александр Орлов в настоящее время проводит тренировочные полеты во Вьетнаме, так как на родине зима, а небо – это его жизнь. Но как истинно русский человек, он и на чужбине решил отпраздновать масленицу. Была идея, поскольку здесь достаточно много и россиян, в том числе, каким-то образом приносить празднование российских праздников традиционных и сюда, на эту землю, чтобы люди помнили о них, праздновали их. Александр решил не просто отметить праздник, а вместе с единомышленниками на одном параплане, в полете с блинами и медом, как это принято в русских традициях. Сложность задачи составила в том, что для подъема четырех человек требовался очень сильный ветер, при котором обычно парапланы уже не летают. Нужны были именно легкие девочки, потому что у параплана есть предельная грузоподъемность, и надо было из нее не выскочить, ну или быть около верхней границы, там не сильно превышая. Ну и благодаря тому, что экипаж был легкий, нам это удалось. Добровольцев Александр нашел среди россиян, находящихся во Вьетнаме. Это три девушки, из которых только одна занимается планерным спортом. Две другие полетели в первый раз. 18 февраля они поднялись на гору близ деревни Мойне в центре Вьетнама. Дождались сильного ветра, но взлететь удалось только со второй попытки. Мне нужно было попасть в узкий диапазон ветра, там 12-13 метров в секунду. Если меньше, то нам не хватало ветра, чтобы удержать такой тяжелый экипаж в воздухе. Если чуть больше, то нас бы сдуло за гору в море. Конечно, он на грани фола. Это очень такой тонкий диапазон, где, ну, как ходьба по канату, нельзя ни влево, ни вправо качнуться. То есть надо, чтобы тебе повезло и удержать равновесие. Ну, у нас получилось. В марте Александр Орлов вернется в Берск и продолжит занятия любимым делом в родном сибирском небе.